Здравствуйте, это новости на Дону в студии Артем Тарасов. Смотрите выпуски. Российской и зарубежной металлургии. Знак качества получила шахтинская порошковая проволока. Это сейчас пустая трубка, в которую изначально засыпается материал, то есть в конце она идет уже полная. Позвал, а сам не пришел. Специалисты МинЖКХ выехали с проверкой на жалобу жильца по незаконной сумме в платежке. Будоражит он один жилец, которого не устраивает. 50 рублей, которые нужно платить старше по дому. Экологически чистые продукты – основа здоровья нации. Под таким девизом сегодня на Дону открылся второй Всероссийский форум продовольственной безопасности. Первый прошел в 2015 году. В его работе принимал участие Дмитрий Медведев. Тогда обсуждалось, как нарастить объемы производства продовольствия. Сейчас упор на качество. Продовольственная безопасность простыми словами – это когда продуктов хватает на всех с запасом, и к тому же они вкусные и безвредные. Ростовская область полностью обеспечивает себя зерном и отправляет его на экспорт. За пределами региона продаются и другие продукты питания – сыры, колбасы, молочка, подсолнечное масло, овощи, фрукты и, конечно же, рыба и раки. У России сегодня возможности производить чистую и качественную продукцию выше, чем у многих других развитых стран. В этом смысле Ростовская область, как не только промышленный, но и аграрный регион, имеет потенциальные возможности по развитию своего производства, по качественной переработке, по возможности наращивать экспортный потенциал. Представляют здоровые донские продукты спортсмены, вплоть до олимпийских чемпионок, в роли донских русалок – синхронистки. Сегодня блестящий хвост примерили три спортсменки из сборной области, а завтра – шестикратная чемпионка мира Влада Чигирева. Гонбалистки записали ролик о пользе местных продуктов. Лично я очень люблю раков. И, если честно, я минимум, наверное, раз в неделю их ем. Думаю, что, в принципе, это очень полезно. По питательности раки превосходят устриц и креветок и совсем не содержат холестерина. На таких продуктах и вырастают олимпийские чемпионы. Ростовская область, если вы знаете, это родина самого сильного человека Василия Алексеева, самых талантливых людей, самых красивых, потому что наши девушки часто выигрывают конкурсы красоты. И вот их успехи, они во многом объясняются тем, что они потребляют донские продукты питания. Куриные яйца – продукт номер один в рационе любого спортсмена. Огурцы помогают от сердечной аритмии. Лук – природный антибиотик, а морковь снижает давление. О пользе экологически чистых продуктов. Более подробно поговорят на пленарном заседании в пятницу. На форум приехали делегации 30 регионов России. Мария Индрикова, Санислав Фоменко, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Переместить людей из бургерных в кафе здорового питания – такую задачу ставит созданная в Департаменте потребительского рынка инициативная группа. Общепит должен стать доступнее и качественнее. Ведь из-за снижения платежеспособности население все большим спросом пользуется вредный для здоровья фастфуд. В правительстве планируют ограничить рекламу таких закусочных и до 2025 года развить направление здорового питания. Вот этот вот тренд и интерес к здоровой пищи, он, собственно говоря, и проецируется на те предприятия общественного питания, которые сейчас работают и по региону. Сейчас для здорового общепита самое время заявить о себе. Ведь ДОН ждет гостей чемпионата мира по футболу. Да и вообще местному туризму уделяется все большее внимание. Мы наглядно с вами видим, как предприятия, одна из самых динамично развивающихся сфер, каждый день они претерпевают, что-то новое мы вносим. Мы видим новые тренды в развитии в сфере общественного питания, как они наглядно меняются изо дня в день. Поэтому все-таки, я же говорю, даже в тех сопоставимых цифрах у нас более 6 тысяч предприятий общественного питания. Есть у общепита и непродуктовые проблемы. Владельцы предприятий не торопятся внедрять систему пищевой безопасности ХАСП. В меню не указывается пищевая ценность блюд, не отменен на иностранном языке. Пожаловался на лишние поборы, а разбираться по своему заявлению не вышел. С такой ситуацией столкнулись специалисты МинжКХ, отреагировавшие на обращение жильца. От него поступило заявление, что в Азовской девятиэтажке ввели незаконную строку расходов. В этой истории удивляет и сумма, из-за которой начался спор, и то, что сам заявитель приезд проверяющих проигнорировал. Очень удивило и возмутило, потому что, пожалуй, одного жильца происходит такое, отрывают от дел таких людей. Председатель совета дома по улице Пушкина Наталья Даниленко проводит экскурсию по подъезду. Не каждый дом может похвалиться образцовым содержанием, как этот. А потому для многих контрольный приезд специалистов МинжКХ и госжилинспекции стал сюрпризом. И меня просто возмутило то, что будоражит он один жилец, которого не устраивает. 50 рублей, которые нужно платить старше по дому. Эти 50 рублей в месяц жилец отказывается платить председателю совета дома за благоустройство. Даже жалобу по этому поводу в министерство написал. Но жаловаться можно только на соседей. Новая строка расходов появилась в платежках после общего собрания жильцов. Так решило большинство. Если общее собрание приняло на собрание, то это является общим платежом. Почему? Потому что как тариф они должны принимать на общем собрании. Мы сейчас все равно посмотрим полностью начисления все. Мы запросили квитанции, запросили показания приборов учета по отоплению. Сейчас просмотрим все ДН. То есть правильно ли начислена плата за коммунальные ресурсы в составе платежей за содержание жилого помещения. Проверка всей документации управляющей компании займет пару недель. Если специалисты найдут несоответствие, порекомендуют их устранить. А в противном случае может дойти до штрафа. Создавать новые технологии для переработки мусора не нужно. Главное найти инвесторов для строительства перерабатывающих предприятий. Сегодня донские законодатели обсудили с экспертами проблемы и перспективы обращения с твердыми бытовыми отходами. Сейчас больше 90% мусора закапывается в землю и лишь 10% перерабатывается. Так что для улучшения экологической ситуации необходимы новые заводы-переработчики. Практически те полигоны, которые используются, они или уже исчерпали свою емкость, или уже на грани исчерпания. Очень много несанкционированных свалок. Для качественной переработки мусор нужно сортировать. Законодатели и эксперты предлагают поставить во всех дворах и общественных местах специальные урны для раздельного сбора отходов. Нужно поставить эти формы, чтобы было стекло, металл и так далее. Все, что можно сложить, чтобы люди складывали. Донские депутаты также предлагают проводить уроки экологической безопасности, чтобы убедить людей в необходимости сортировки отходов. А в ДГТУ создадут экоотряд. Студенты будут ездить по области, выявлять свалки и рассказывать о пользе раздельного сбора мусора. За это активистам зачтут летнюю практику. В Институте молодых исследователей донские чиновники готовят себе смену. С победителями конкурсного отбора в Институт устроили встречу в областном правительстве. Этот проект был создан 7 лет назад для отбора кадров госслужбы. Среди студентов и аспирантов донских вузов выбирают десятку лучших, которые затем, под присмотром кураторов, проходят практику в правительстве. Этот проект – это, по сути, мостик, который соединяет высшую школу и органы государственной власти, государственную службу. И, собственно говоря, ребята проходят по этому мостику, набираются знаний, набираются опыта. И затем они участвуют в конкурсах на замещение вакантных должностей. За время реализации проекта каждый второй его участник стал сотрудником госорганов. Эффективность Института молодых исследователей признали и на всероссийском уровне. Он вошел в число лучших кадровых практик страны. Порошковая проволока получила знак качества «Сделано на Дону». Выпускает ее единственный на юге России завод универсальное оборудование, а используют металлургические и литейные предприятия. Мы уверены, что прохождение процедуры системы должной сертификации будет очередной виток в вашем развитии. Километры витков порошковой проволоки наматывают на катушке и отправляют по России и за рубеж. Предприятию всего три года, а уже вышло на высший уровень качества. А знак «Сделано на Дону» скоро даст не только рекламу продукции, но и льготы производителю. Мы в ближайшее время примем, утвердим ряд таких мер. Я же говорю, все-таки какие-то льготы, дополнительные преференции, можно так скажем. Будут 100% мы к этому придем для тех предприятий, которые, я же говорю, отмечены именно и прошли системы должной сертификации. Порошковую проволоку используют в производстве прочных дверей, ножей, в общем, всего, что делают из стали. Металлургическое производство можно сравнить с кулинарией. А эту проволоку со специями для столевара, именно от того, какое количество будет добавлено металл, и зависят свойства стали. Углерод, кальций и другие наполнители, делающие сталь прочнее или эластичнее, помещают в стальную трубку, которая нужна как желатиновая оболочка лекарства. Проходя сквозь шлак, на металлургических предприятиях трубка растворяется, а наполнители в чистом виде попадают в металл, улучшая его свойства. Это сейчас пустая трубка, в которую изначально засыпается материал, то есть в конце она идет уже полная. Ну, грубо говоря, это, скажем так, когда раньше делали сигареты самокрутки. Вот в таком плане засыпается, и она, проходя определенные ролики, закрывается замок. На одну катушку наматывают до пяти километров проволоки. За тем, чтобы витки ложились идеально, следит вальцовщик Андрей Изотов. Мне нужно контролировать положение витков, чтобы оно ишло по рядовой укладке, чтобы бухта получалась в конце, ну, скажем так, красивая. Товарный вид придали, но это еще не все. Перед намоткой и в конце отрезают образец для проверки. Метр проволоки для, как сказать, чтобы самому выделиться о том, что качественно производил продукт. Ну, и тем самым, чтобы на производстве или где, куда она отправляется, не было никаких проблем. Мария Филинкова, Олеся Слынько, Руслан Хамчиев, ДОН-24, Шахты. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова